МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что будет на месте бывшего гусенобродского рынка? Рассказали и показали на этой неделе. И с гармошкой по Красному проспекту. Участники фестиваля «Играй гармонь» прошли по главной улице города с песнями, а 17 июля дадут концерт в ДКЖ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деньги решают все. Эта истина известна давно и на этой неделе лишь подтвердилась. В правительстве области так грезят о федеральных миллиардах, что проект 4-го моста через ОПП вынесли на общественное обсуждение. Уже по меньшей мере полгода саму идею критикуют эксперты. Многие автовладельцы категорически против того, чтобы ездить по платному мосту, а именно таковым будет 4-й или центральный. Но в правительстве области на все это, похоже, не обращают внимания. Над проектом не просто работали, а постоянно вносили коррективы. Увеличилась и стоимость строительства переправы, и предполагаемая цена проезда. И вот после того, как все посчитали, обдумали и даже потенциальных инвесторов нашли, вынесли проект на обсуждение. Оно получилось жарким и явно не в пользу авторов проекта. Непонятно, зачем в нынешней ситуации, в очень трудной, кризисной, брать на себя такие обязательства. Почему в этом месте? Почему этот проект? Какие условия этого проекта? А условия придумали такие, что вложив 6 миллиардов рублей в строительство, инвестор, по мнению авторов проекта, за 20 лет обслуживание моста потратит еще 80 с лишним миллиардов. И все эти средства придется возвращать, если не автовладельцам в виде платы за проезд, так и налогоплательщикам в виде отчисления из бюджета. В пользу проекта и самого строительства авторы привели результаты социологического исследования. Но почему-то его проводил не наш университет путей сообщения, а Санкт-Петербургский институт. Так 74% респондентов, совершающих поездку по городу, и 80% респондентов, совершающих транзитную поездку, с разной степенью энтузиазма отметили, что будут пользоваться новым платным мостовым переходом. Высказав все за и против, собравшиеся разошлись. Ведь последнее слово за Москвой. Если деньги не выделят, а об этом станет известно в августе, проект 4-го моста, скорее всего, так и останется проектом. И в продолжении дорожно-транспортной темы. Муниципалитет разорвал контракт с поставщиком песка для заготовки зимней противогололедной смеси. Проверка показала, что в партии фракция песчинок была слишком мелкой. Такой песок по качеству не соответствует требованиям. С его помощью не только с гололедом невозможно бороться. Весной из-за мелкого песка на улице могла появиться пыль. 84 тонны отправили обратно поставщику, чтобы не срывать планы по подготовке к зиме. Проведут новые аукционы. Песок планирует закупать несколькими партиями. Еще один сезонный вопрос – состояние ливневой канализации. На ее реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии ежегодно выделяют 20 с лишним миллионов рублей. Коллекторы регулярно прочищают. Все новые дороги строят с дождеприемниками. Это обязательное условие. Проблема в старой части города из-за того, что коллекторы не справляются с пропуском аномального количества воды. При месячной норме в 66 миллиметров за первую неделю июля в городе выпало 62 миллиметра осадков. Вся ливневая канализация в городе Новосибирске на сегодняшний день в плановом порядке обслуживается и промывается после весенних мероприятий, весенних дождей, схода снега. Она в работоспособном состоянии. Есть некий норматив. Норматив – ливневая канализация должна принимать воду в течение 20 минут. Мы свое наблюдение проводили с этими интенсивными осадками. В проблемном месте вода у нас сходила за 30 минут. 2016-й для дольщиков 16 домов станет счастливым. Их долгострои все-таки сдадут в эксплуатацию. После долгих лет ожидания люди смогут отпраздновать новоселье. В нынешней ситуации, когда многие застройщики в силу экономических причин вынуждены приостанавливать строительство, вот 16 проблемных домов – позитивная тенденция. Кто помогает дольщикам в их беде и почему судьба долгостроя в большей степени зависит от самих покупателей квартир, Анна Гурьянова выясняла. Строительство жилого комплекса «Три богатыря» начиналось как в сказке. Красивый офис, вежливые менеджеры, чай, кофе. Деньги от инвесторов принимали на очень выгодных условиях. В рассрочку без процентов. Только сказка оказалась страшной. Застройщику инвесторы отдали почти 130 миллионов рублей. Но на площадке за несколько лет не выросло ни одного этажа. Котлован со сваями зарос травой. Как оказалось, у застройщика даже не было разрешения на строительство. Деньги привлекались не по договорам долевого участия, а по договорам займа. Это считается весьма рискованной схемой. Теперь инвесторам только и остается, что выходить на пикет. Не были так сильно подкованы для того, чтобы более детально проработать этого застройщика, более детально оценить его документацию, оценить свои риски и так далее. Вот это с нашей стороны ошибочно. Сейчас на застройщика завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Денег так и не нашли. Поверив в сказочное обещание, 70 инвесторов остались у разбитого корыта. Хотим привлечь власти в первую очередь, чтобы помогли нам передать ту землю. Мы готовы самостоятельно участвовать, самостоятельно привлекать инвесторов, готовы самостоятельно строить, что-то доплачивать готовы. Судьба долгостроя в руках самих дольщиков. Этот дом на улице Кошурникова должны были сдать еще в 2009 году. Застройщик обанкротился и свои обязательства не выполнил. Так объект стал долгостроем. 150 дольщиков организовали ЖСК с говорящим названием «Феникс» и решили сами закончить строительство дома. На тот момент это была коробка с половиной окон. С нами закончена уже строительная часть, кладка, кровля, лифтовое хозяйство, коммуникации, тепло, свет, вода. Все подключено, все подведено. Дольщикам пришлось снова вкладываться в стройку. Они доплатили по 7 тысяч рублей за квадратный метр. Но собранной суммы в 70 миллионов не хватало. Оставшиеся 64 миллиона рублей перечислила новая строительная компания. В обмен на помощь обманутым дольщикам она получила земельный участок для возведения еще одной многоэтажки. За счет городского бюджета благоустроили придомовую территорию. Помог муниципалитет и с подключением к сетям теплоснабжения. Городской совет в рамках своей компетенции в свое время принял решение о предоставлении льготы именно для обманутых дольщиков, для таких ЖСК и переоформленных организаций льгот по арендной плате за землю. То есть такими льготами они сегодня пользуются. Сейчас в Новосибирске 46 проблемных объектов долевого строительства. В прошлом году было завершено 18 долгостроев. В этом планируют создать еще 16 таких домов. Новоселье отпразднуют почти полторы тысячи обманутых инвесторов. Не только на улице Кошурникова, но и на Есенина, Герцена, Ельцовской, Новосибирской. Видите, мы год от года все-таки вот эту проблему продвигаем ее, решаем, решаем последовательно. Не в раз, но тут важна последовательность. И важна также активная позиция самих жителей. Самый большой микрорайон долгостроев Закаменский ожидает возобновления строительства. Процедура банкротства там завершена. Созданы ЖСК и дольщики уже собирают дополнительные средства. А мэрия разрабатывает план помощи этим проблемным домам. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Свидетельства о госрегистрации прав на недвижимость выдавать больше не будут. Вот такие бумаги. Теперь в прошлом с 15 июля подтвердить право собственности на имущество можно выпиской из Единого государственного реестра прав. Причем этот документ действителен как в бумажной, так и в электронной форме. Выписку из ЕГРП и раньше заказывали при покупке или продаже квартир. Когда риэлторы сопровождали сделку, они в любом случае заказывали выписку из ЕГРП и смотрели, нет ли там арестов. Потому что именно выписка содержит актуальную информацию об ограничениях, об обременениях. Вдруг уже какая-то сделка сдана на регистрацию о правопритязаниях. Поэтому, я думаю, законодатель и исключил этот документ. Получить выписку из ЕГРП можно не только в управлении Росреестра, но и в кадастровой палате. И в отделениях МФЦ можно заказать доставку почтой, а можно получить в режиме онлайн, оплатив пошлину через интернет. Сад Дзержинского преображается сейчас. Он, конечно, больше похож на стройплощадку, на центральной аллее, горы песка. Но совсем скоро по дорожкам вновь можно будет гулять. Аллеи расширят, установят фонари и лавочки. В общем, в августе сад Дзержинского уже не будет похож на заброшенный за Рошебурьяном березовый лес. Масштабная реконструкция закончится к юбилею Чикаловского завода. Именно с этим предприятием связана история сада. Именно его руководство выделило основные деньги для ремонта. После проведения благоустройства мы разрабатываем концепцию, где будут включены организации, которые будут осуществлять здесь направление активного отдыха. В основном молодежи. Школу технических видов спорта планируют открыть на месте гусенобродского вещевого рынка. Эта новость в среду вызвала шквал комментариев в интернете. А как же строительство автовокзала, о котором говорили раньше, вопрошали многие. Так вот, уточню, будет и автовокзал, и трасса для гонок, и дорожка для велосипедистов-экстремалов. Просто территория бывшего рынка огромна. На том участке, что в Дзержинском районе, построят автовокзал. А на 9 гектарах зарезервированных под метродепо пока будут площадки для спорта. Александр Вяткин о перспективах этой территории. Сейчас на месте бывшего гусенобродского рынка только трава пробивается к солнцу сквозь асфальт. Но взращивать здесь планируют юных спортсменов. Вообще, эта земля зарезервирована под метродепо. Но начать масштабное строительство не позволяет кризис. Поэтому в ближайшие годы здесь делают площадки для вело- и автоспорта. Данный земельный участок позволяет разместить картодром мирового уровня по площади. К сожалению, в нашем городе пока нет такого. Данный вид спорта очень активно развивается. И является базовым видоспортом для всех технических видоспорта. Боемиксеры и роллеры каждый вечер катаются на площади Ленина. От такого натиска и памятнику ничего хорошего и экстремалам. О специализированной площадке мечтают давно, и она появится. Будет трасса и для картинга. Его любители сейчас оттачивают мастерство на небольших частных трассах и в автомотоцентре. Яна готовится к тренировочному заезду. Собирает свой гоночный болид. Сначала надо поставить колеса, потом все вот это собрать в кучу и поехать. Плохие знания названий запчастей девушка с успехом компенсирует быстрой ездой. Яна – чемпионка Сибири. Вообще, картинг в последнее время набирает популярность, особенно среди детей. Пятилетний ребенок, который уже на карте, как на автомобиле, ездит. Вот зимой они здесь катаются, вот эти дети, просто, ну летом по асфальту. А зимой, когда он в занос и когда малыши, которые через дорогу еще с родителями переходят. После строительства нового картодрома места в городе для гонок хватит всем. Поскольку этот участок земли зарезервирован под метродепо, то капитальных построек здесь быть не может. А вот уже стоящим зданиям найдут применение. Например, вот в этом может появиться раздевалка или судейская. Сам картодром появится на месте пустыря. Именно здесь раньше стояли контейнеры. В прошлом покупатели здесь лавировали между рядами, а в будущем дети и взрослые будут ездить по трассе на картах. Кстати, строительство картодрома местным жителям не навредит. Предварительный анализ показал, уровень шума будет даже ниже нормы. Всего 45 дБ. Где сделают трибуны и парковки, показывают на предварительном проекте. Мы надеемся, что к сентябрю месяца у нас как раз родится какая-то первая концепция, которую мы должны предъявить мэру, потому что он курирует этот действительно проект. Уже после этого будем начинать заходить на эту территорию. Необходимо не только разработать концепцию, но и найти инвесторов. Строить спортивные площадки будут на той части бывшего рынка, которая относится к Октябрьскому району. Есть планы и на другой участок, на противоположной стороне Гусинобродского шоссе. На той территории бывшего Гусинобродского рынка, который относится к Дзержинскому району, уже в следующем году планируют начать строительство автовокзала. Сейчас здесь пытаются навести порядок. Мусор вывозят уже не первый месяц, но он появляется снова. И самое удивительное, что в кучах много бытовых отходов. Вот, например, пластмассовая бутылка и даже банка из-под консервированного гороха. Все это явно оставили не торговцы рынка. Территорию частично сейчас огораживают забором, чтобы хоть как-то сохранить чистоту. Жители частного сектора грешат на своих же соседей. Рядом есть мусорные контейнеры, но до них доходят не все. Люди оттуда идут, когда, может, кто-то не знает, что здесь есть, или еще как-то, может, сюда выносят. Мусора меньше, на самом деле, становится, потому что пока здесь была пароколка, здесь вообще ветер, когда дул, то здесь пакеты там, деревья дули и прочее. Впрочем, скоро выносить сюда мусор будет просто невозможно. Территорию уже огораживают забором. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирская неделя. Тем временем у школы номер 13, что в Зайльцовском районе, почти готова крытая спортивная площадка. Строят ее рекордными темпами. Начали в мае, а откроют аккурат к началу учебного года. В понедельник ангар должен быть закончен, а 17 августа должны закончены быть все коммуникации, естественно, вода, раздевалки, туалеты, душевые и административное здание. На площадке разместят два мини-футбольных поля. В школе учатся 840 человек, и для занятий физкультурой одного зала просто не хватало. Строят спортивную площадку московские инвесторы. В первую половину дня заниматься здесь будут школьники, а вечером все желающие, но уже за деньги. Таким образом, проект должен окупиться. В то же время, не дожидаясь денег из Москвы, в городе начали строить и реконструировать школы. Как решают проблему нехватки мест, об этом говорим далее. Пожалуй, самый масштабный проект этого года – строительство школы на Горском жилмассиве. Вот чем особен этот проект, и будет ли сдана школа непосредственно перед учебным годом? Важна она тем, что мы построим эту школу, первую школу, которая вошла в федеральную программу создания новых мест в общеобразовательных организациях. Естественно, софинансирование, но 70% – это федеральный бюджет. Это, конечно, очень хорошо. Нет пока никаких сомнений, что мы ее сдадим в планируемые сроки. До декабря месяца. То есть, получается, учебный год может в этой школе начаться в сентябре 2017-го только? Образовательное учреждение должно быть сдано как объект уже в 2016-м году. К счастью, на этом микрорайоне у нас уже был заложен фундамент, и оставшаяся часть строительства позволяла нам, где по ревому месяцу, выполнить эти обязательства. Мы их выполним. Но учебный процесс намного сложнее все же. Поэтому сегодня раздумываем, как правильно это сделать, чтобы плавно войти в следующий учебный год. А все же, с моей точки зрения, в середине его порвать налаженные взаимоотношения не стоит. Если вернуться к особенностям проекта, насколько мне известно, федеральных средств еще не поступило, и муниципалитет строит школу пока за собственный счет. На территорию Новосибирской области средства пришли, просто должно занять какое-то время прохождение документации. Действительно, на сегодняшний день мы сопровождаем муниципальными средствами для того, чтобы строительство не остановилось. Если говорить о реконструкции, понятно, что в каждой школе перед учебным годом идет косметический ремонт, но вот о глобальной реконструкции и ремонте школ в Новосибирске, сколько их в этом году будет, и каков объем работы? Весной этого года на одной или очередной встрече с мэром города Новосибирска при обсуждении перспектив развития отрасли мы озвучили наши самые сложные объекты, которые существуют на территории города. Мэр услышал, и, собственно говоря, даже тут, конечно, и благодарность нужно депутатам городского совета сказать, потому что мы пошли на увеличение дефицита бюджета города. Но все же 82-я школа Диджинский район. На сегодняшний день коллектив учащихся этой школы учится в двух иных учреждениях. Согласитесь, это нехорошо. И это уже год учебный, они так провели. Сейчас мы вступим во второй учебный год. И это один из тех объектов, к которым сегодня уже приступили строители. Мы были на этом объекте. И к февралю месяце капитальный ремонт школы номер 82 закончится. Это школа номер 155. Это ключ-камышинская плата. Так географически сложилась. Она у нас на том микроучастке практически одна. И дети там занимались в три смены. Ну, школа небольшая, на самом деле. Там рассчитано на 220 человек. А фактически 600. И если родители выбирают иную организацию, общеобразовательную, им нужно везти детей достаточно далеко. Поэтому сегодня и на этом объекте работы уже начаты. И тот, и иной, и 82, и 155 школа, они у нас с продолжением. Не просто капитальный ремонт, еще и реконструкция. И, наконец, это 37-я школа интерната. Длительный срок уже она у нас строится. И так же весной выезжали на этот объект. Приняли общее решение достроить. Поэтому в общем объеме, если так крупно считать, это четыре общеобразовательных организации. Ну, безусловно, правильно вы сказали, мы сегодня серьезно готовимся к сдаче образовательных организаций к новому учебному году. И там работы в меньшем манштабе, но самой работы организационной, конечно, не меньше. Около 30 кровель в этом году. Где-то заменим полностью, где-то подлатаем. Вот, это и замена окон, это и подготовка к отопительному сезону очень серьезная. Школы сейчас уже ныне существующие и работающие столкнулись с ситуацией, когда набор в первые классы превышает возможности. И кое-где начали помещения, которые не используют, переоборудовать в классы. Вот как удается решить вопрос нехватки места? Есть микроучастки в городе Новосибирске, объективно сложившиеся, где в общеобразовательных школах сегодня уже набрано по 12 первых классов. Есть образовательные организации, где площади существующие не позволяли набрать то количество детей, которое хотелось бы обучаться в этом образовательном учреждении. Шли навстречу, вот общими усилиями мы дополнительно создали небольшое количество, правда, но 8 классов мы открыли, выделили этим образовательным организациям дополнительное финансирование. Непопулярная мера, сразу скажу, потому что если в одних случаях мы выводили из школ ИС-74, сейчас планируем из 15-й гимназии, наше учреждение дополнительного образования и освободим им классы, которые они занимали, то в части образовательных организаций пришлось закрывать, к примеру, группу продленного дня. Повторяю, мера непопулярная, но она вынуждена на сегодняшний день. Собственно говоря, тот ажиотаж, о котором мы говорили еще, наверное, в апреле-майе месяце, сегодня его уже нет. В общем-то, успешное строительство школы на Горском жилмассиве уже некая гарантия постоянного поступления федеральных средств. По-моему, только так можно решить проблему нехватки мест в школах. На сегодняшний день да, на сегодняшний день да, потому что, ну, хорошо, мы с вами говорим о центральной части города, где все же образовательные организации есть на окраинах. Вот, у нас сегодня есть микрорайоны, где их нет. Поэтому, действительно, почему мы очень трепетно относимся к строительству первого объекта, да, чтобы в конце концов показать, что город Новосибирск, как и в прошлом году, выполнил федеральную программу по строительству детских садов, мы готовы в городе построить и школу. Качественно, в срок. И, естественно, думаю, что это, безусловно, будет учтено при дальнейшем распределении средств. Но, повторяю, сегодня без федеральных средств делать это невозможно. Спасибо большое вам за интервью. Лучшие гармонисты мира на этой неделе прошли праздничным маршем по центру Новосибирска. Так музыканты отметили старт международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина. Пошли! В этом году на фестиваль приехало больше тысячи участников не только со всей России, но и в том числе из Израиля, Германии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Украины. Опытные гармонисты признают, уровень участников фестиваля в последнее время серьезно вырос. Особенно вот сейчас в наше время молодежь. Молодежь стала очень хорошо играть, замечательно. Даже вот с пяти, начиная лет, и дальше старше, хорошо, очень играет. Так что будущее у нас отличное, перспектива хорошая. Основные выступления пройдут по традиции в Заволокинской деревне на 95-м километре Ордынской трассы. А наградят лауреатов и призеров конкурса на заключительном концерте 17 июля в ДКЖ. Это были самые интересные и важные события уходящей недели. Полная информационная картина в интернете. Подписывайтесь на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Всего доброго. Новосибирск. 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 Новосибирск.